В администрации Касписка состоялось третье заседание Координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых», которое прошло под руководством заместителя главы города Руслана Учикаева. На встрече также присутствовали начальник аппарата АТК Муртазали Муртазалиев, председатель совета старейшин города Ганифаджа Браилов, начальник управления образования Лариса Абрамова и руководитель школ муниципалитета. С первым докладом выступила главный специалист местного отделения «Движение первых» Елизавета Титова. Она рассказала об итогах работы организации за третий квартал текущего года. «Движение первых» провели множество разных акций, таких как «Все традиции важны», «День движения первых», «Лапа помощи», «Они были первыми» и «День туризма». Также во всех школах проходят классные встречи с успешными людьми. Это воспитывает в детях желание прилагать усилия для совершенствования. Так, летом в гимназии номер 11 в Центре детского технического творчества и в других пришкольных лагерях прошли классные встречи. Каждый месяц мы проводим по 3-4 классных встреч, где значимые люди делятся своим опытом с подрастающим поколением». Докладчик также рассказал и о планах работы. В ближайшее время планируется проведение спортивного семейного фестиваля «Семейная команда» в рамках всероссийского проекта «Вызов первых», конкурс по практическому освоению социальных навыков «Команда первых», а также конкурс детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Руководитель местного отделения движения «Первых» Ольга Мусынабиева выразила благодарность директорам школ за продуктивное сотрудничество, а также рассказала о работе вожатых, взаимодействии со СМИ и об успехах активистов движения. Гамзатову Мадину, хочу сказать, ученица первой школы, приняла участие в проекте «Университетские смены», подготовила задания, выполнила и побывала в Московском государственном университете спорта и туризма в течение недели. Она представляла город Каспийск, вернее Дагестан даже. В этом году она стала дипломантом всероссийского просветительского проекта «Ледокол знания 2024». То есть, есть такие зёрнышки активные, прям горжусь тем, что они есть, и они, конечно, показатель вашей работы. И то, что вы помогаете, сподвигаете. Участвуя в акции «Помогаем своим», отправили летом 60 оковных свечей и хочу сказать большое спасибо школе номер 6. Начальник аппарата АТК Муртазали Муртазалиев в рамках встречи отметил, что во исполнении поручения аппарата Национального антитеррористического комитета в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы в Республике Дагестан и в целях недопущения радикализации иностранных граждан, прибывших в страну для осуществления трудовой деятельности, вовлечь несовершеннолетних из семей данной категории волонтёрскую и военно-патриотическую активность, в том числе деятельность РДДМ движения первых. Завершая встречу, председатель Совета старейшин Ганифад Джабраилов отметил, что в Каспийске проводится большая работа среди школьников и детей по патриотическому воспитанию. «Я здесь сегодня присутствую первый раз на этом координационном совете от старшего поколения города. Остались очень хорошие, приятные впечатления. Чувствуется, что проводится огромная и большая работа в политике, в воспитательной работе школьников, детей, идейно-патриотическое духовное воспитание. Очень важно сейчас наше время, потому что, ну вы сами знаете, тем более настоящим, когда у нас в мире творятся такие непонятные ситуации». Далее состоялось обсуждение остальных вопросов и проработка плана мероприятий.